Компания WinOptionSignals представляет вашему вниманию первый выпуск важных новостей о бинарных опционах в 2023 году. Если вы хотите видеть такие выпуски чаще, то обязательно поддержите видео лайком и по возможности напишите комментарий. Квотекс прекратил бороться с Роскомнадзором и практически полностью закрылся в России. Блокированию снова подвергаются брокеры бинарных опционов. Черный список Банка России пополнил ряд доменов популярного брокера Квотекс. Теперь попасть на сайт Квотекс из России можно только через VPN. Противостояние Квотекс с Банком России продолжалось достаточно долго. Брокер до последнего старался облегчить клиентам из России доступ к своей платформе, регистрируя другие домены и перенаправляя туда пользователей. По требованию Центробанка оказались заблокированы все новые домены из соцсети Квотекс ВКонтакте. Причинами блокировки Квотекс официально заявлены признаки финансовой пирамиды и признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Пояснение касательно того, является Квотекс все-таки нелегальным профессиональным брокером или финансовой пирамидой, в Центробанке не дали. Официальные представители комментируют расправу тем, что 70% дохода за короткий промежуток времени – это точно мошенничество. А вот комментариев о том, под какое определение попадает ставка Центробанка в 7,5% годовых в 2023 году при инфляции в 12% за прошлый только год, не было. На сайте GreenOptionSignals мы подробно рассматриваем причины и следствия блокировки Квотекс в России, а также предлагаем решения, которые позволят свободно торговать и выводить деньги со счетов этого брокера. Ссылку на статью вы найдете в описании к этому видео. Новые преимущества брокера Квотекс Несмотря на то, что Квотекс перестал регистрировать новые домены, он продолжает сотрудничать с клиентами из России, предлагает русскоязычную поддержку и даже проводит новые конкурсы для трейдеров. Через VPN доступны все ранее зарегистрированные домены брокера, включая самые ранние – Quotex.com и Quotex.io. Каждую неделю на платформе брокера Квотекс стартует новые турниры с солидными призовыми фондами. Победители, показавшие наилучшие результаты, получают ценные денежные призы. Деньги будут зачислены на счета победителей в течение суток после завершения конкурса. Бинариум делает акцент на важности экономических новостей для торговли бинарными опционами. Брокер Бинариум позиционирует свою торговую площадку как источник информации о важных событиях в мире финансов. В разделе новости Бинариум публикует не только календарь экономических событий, но и прогноз их результатов, создавая своего рода экономический календарь, который есть, к слову, и на нашем сайте. Ссылка будет в описании под этим видео. Теперь трейдерам станет легче следить за изменениями процентной ставки и уровня безработицы в США. Вместе с запланированной датой релиза таких новостей Бинариум публикует и ожидаемую реакцию рынка на те или иные цифры в отчетах. Именно выход подобных экономических отчетов создает самые большие движения на рынке и ломает тренды, поэтому инициатива от Бинариум наверняка найдет поддержку у трейдеров бинарных опционов. В настоящее время не только викторины и конкурсы от брокеров Бинариум приурочиваются к важным экономическим событиям. Клиенты Бинариума отмечают, что брокер часто повышает коэффициенты по основным валютным парам в преддверии важных новостей. Теперь даже выпуск квартального отчета крупной компании – повод больше узнать о ней или блеснуть эрудицией с пользой для депозита. Означает ли это, что бинарные опционы на акции отдельных компаний станут трендом 2023 года? Мы узнаем об этом позже. Лотерейная индустрия вдохновляется бинарными опционами Компания LottoLand с более чем 10 миллионами пользователей по всему миру долго не могла решить проблему национальных лотерей. Делима заключалась в том, что принять участие в розыгрыше джекпота можно только проживая на территории страны, где он проводится. Ознакомившись с законодательствами по лотерейному бизнесу и вдохновившись концепцией бинарных опционов, LottoLand стала предлагать клиентам из разных стран покупать опционы на выигрышные номера. Такой финансовый инструмент, конечно, не поддается ни техническому, ни фундаментальному анализу. Выигрыш обуславливается исключительно результатами соответствующей национальной лотереи. Тем не менее, примечателен сам факт использования механизмов бинарных опционов для многомиллиардного лотерейного бизнеса, который оказался не способен решить проблему онлайн-пользователей никаким другим легальным способом. Центробанк блокирует регуляторов бинарных опционов Не сумев ни победить интерес трейдеров к бинарным опционам, ни возглавить эту сферу, Центробанк Российской Федерации решил запрещать все связанное с данным сегментом финансовых рынков. На этот раз под раздачу попали независимые регуляторы, такие как Центр регулирования отношений на финансовых рынках, Центр регулирования финансовых операций и Центральный орган регулирования финансов. Все организации являются негосударственными представительствами. Они проверяют финансовые компании на добросовестность и выдают соответствующие лицензии. Наличие у брокера бинарных опционов лицензий ЦРОФР, ЦРФО или ЦОРФ означает в первую очередь большую защищенность для частных трейдеров. Механика работы независимых регуляторов по сути напоминает страховку. Брокер платит за лицензию, дает регулятору доступ к финансовому мониторингу и пополняет специальный страховой фонд. Это служит гарантией его прозрачной и честной работы с клиентами. Если клиент подозревает своего брокера в мошенничестве, он может подать жалобу в ЦРОФР или другому негосударственному регулятору, под чьей лицензией действует брокер. Спор решается независимыми экспертами. В случае доказанной вины брокера в потере клиентских средств, независимый регулятор возвращает деньги клиенту из специального фонда. Несмотря на высокую потребность частных трейдеров бинарными опционами в защите от мошенничества недобросовестных брокеров, Центробанк не предлагает никаких альтернативных решений. Запретить, конечно, проще, чем зарегулировать. Большая чистка от Банка России коснулась и Форекс-индустрии. Брокерс.ру, Форекс-рейтинг и известный ребейт сервис FXCash.ru теперь спустя десятилетия кропотливой работы по выявлению мошенников на рынке финансовых услуг оказались сами под санкциями Роскомнадзора. Сложно сказать, кого затянет машина репрессий следующим, поэтому мы напоминаем, что в случае блокировки сайта WinOptionSignals Роскомнадзором, вы сможете также попасть на него через VPN или воспользоваться нашими соцсетями, на которые, мы надеемся, вы уже давно подписаны. Если еще нет, то сейчас самое время поставить видео на паузу, поставить лайк и подписаться на все удобные для вас соцсети по ссылкам в описании к этому видео. Доходность бинарных опционов привлекла внимание аферистов на сайтах знакомств. Британское бюро в журналистских расследовании совместно с изданием Observer опубликовали список из 168 компаний, занимавшихся выманиванием денег у людей под прикрытием романтических переписок. Приманкой служили фейковые аккаунты в соцсетях и на сайтах знакомств. Сблизившись с жертвами, мошенники чередовали флирт и милое общение с обсуждением высокой доходности по стратегиям торговли бинарными опционами. В определенный момент людям предлагали присоединиться к инвестициям в специальный инвестиционный фонд, для чего нужно было сделать криптовалютный перевод на счет одной из британских компаний. Через какое-то время сердце инвестора оказывалось разбито новостью о том, что никто торговать бинарными опционами на самом деле не собирался, деньги просто оседали на счетах мошенников. Для справки. Регистрация компании в Великобритании стоит 12 фунтов, а сам процесс занимает несколько минут. Помните об этом, когда в очередной раз услышите о надежности британских финансовых организаций. Безусловно, многие из них заслуживают доверия, но регистрация компании в Англии сама по себе не гарантирует надежность. На нашем сайте WinOptionSignals вы найдете список брокеров бинарных опционов, проверенных временем и заслуживающих доверия. Некоторые из них, как Alpari, например, предлагают как торговлю бинарными опционами, так и настоящие инвестиции в торговые активы через PAN счета. Ссылка по этому поводу будет в описании под этим видео. PocketOption выпустил обновление для панели «Избранное» и раздела торговых сигналов. Закрепленные в избранном активы теперь отображаются в виде графика, так что отслеживать интересные движения на рынке стало еще проще. Изменения внесены и в интерфейс отслеживания сигналов. Теперь при нажатии на соответствующую кнопку в левом верхнем углу на экран выводится информация о том, когда именно сменился тренд и о его направлении. Сигнал можно скопировать и открыть сделку просто следуя подсказкам обновленного интерфейса PocketOption. Очищение индустрии бинарных опционов продолжается. Израиль удовлетворит требования США об экстрадиции шести соучастников мошеннической схемы Ucom Communications. Компания выманила примерно 148 миллионов долларов у граждан США под предлогом инвестиций в бинарные опционы. Деньги переводились просто на личные счета организаторов схемы. Теперь все они ожидают свершения правосудия. Напомним, что генеральный директор Ucom Communications Ли Эльбаз уже была задержана еще в 2017 году и теперь отбывает приговор по этому же делу. Ей грозило до 60 лет тюрьмы, но суд решил, что 22 года будет вполне достаточно. Платежные карты снова в деле Под давлением западных санкций многие трейдеры бинарными опционами столкнулись с проблемой денежных переводов через платежные карты. В связи с этим у белорусского подразделения Alpari есть отличная новость для клиентов. Платежи банковскими картами Visa и MasterCard, выпущенными в Белоруссии, снова доступны для пополнения торгового баланса и вывода прибыли. Для того, чтобы транзакции проходили без проблем, карту необходимо верифицировать после первого перевода средств. Напомним, что кроме доступа на рынок Forex, Alpari предлагает клиентам платформу для торговли бинарными опционами, которые у брокера называются фиксированными контрактами. У Alpari насчитывается 6 разных видов фиксированных контрактов. Некоторые из них, такие как например Express и Turbo, отличаются очень высокой доходностью, доходящей до 100%. Кроме этого, торгуя у Alpari, каждый может получать дополнительный доход, просто торгуя бинарными опционами. Это возможно благодаря бонус-банку. Так, в случае успешного закрытия экспресс-контракта, Alpari удваивает ваш выигрыш. А серия от 3 прибыльных сделок на сумму от 5 долларов поощряется призовым фондом бонус-банка на сумму до 1000 долларов. Поэтому каждый трейдер, даже с небольшим депозитом, может сорвать банк и вывести все на карту. Не забудьте подписаться на наш канал WinOptionSignals, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые интересные образовательные видео-обзоры, а также новости из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли! Сейчас не могу говорить занят. Все вопросы по крипте, по бизнесу решим после бизнес-ланча. Субтитры сделал DimaTorzok